Всем привет! С вами Крю ГВТ и сегодня я расскажу вам о таком танке как ИС. Это тяжелый танк советской ветки развития, стоящий на седьмом уровне. Что ж, поехали выкатимся в бой и я расскажу о его характеристиках уже непосредственно в бою. Итак, что же нам следует знать об этом танке? Во-первых, то что у него достаточно среднее количество хитпоинтов, 2080 единиц. Это немало, но в общем-то и немного. Есть броня, 120 мм лоб, да ну хватает, чтобы иногда сдержать удар врага, но рассчитывать на нее особенно сильно не стоит. Далее. Далее у нас идет просто шикарное орудие с разовым уроном от 500 до 800 единиц и пробитием от 114. Мы шьем почти все и почти всегда. Бывают исключения, но это редкость. Достаточно нормальный разброс и сведение. Перезарядка же, конечно, долгая, 16,5 секунд. Ну, платимся за хорошую альфу. Но если сравнивать с нашим конкурентом, Тигром, тяжелым танком 7 уровня немецкой ветки развития, то у него альфа всего лишь 400. Да, пушка более скорострельная, но меня больше устраивает вот такая вот высокая альфа. Что еще нужно сказать про этот танк? У него есть неплохая динамика. Да, 30 километров танк держит вполне себе уверенно. И в горку лезет, ну, в принципе, нормально. Итак, давайте сейчас мы, наверное, кого-нибудь подсветим, и я покажу вам орудие в действии. Чем мне нравится этот танк, то что на городских картах на нем вообще удобно играть. Эта пушка дает, как бы, игру качельную, то есть вы выехали, стрельнули, закатились. Потому что перезарядка долгая, вам нужно где-то прятаться. На открытых картах такое не всегда выходит. Так, давайте заедем на гору. Мы видим то, что справа тяжелые танки противника проезжают и, кажется, давят всех наших, так что нам надо давить здесь. Вот, разовый урон. А, это не я попал. Я то ли не пробил, то ли что. Но в среднем разовый урон от 600 до 700 единиц. Сейчас попробую еще раз. Ага, конечно, попробую. Танк пропал. Ну что ж, не беда. Рано или поздно он засветится, как это он сделал сейчас. Да, его добьют. Ну, конечно. Собственно, поехали помогать нашу вправо. Потому что у противника там массированная атака. И наших танков там уже, по-моему, даже и не осталось, кроме одного несчастного СТ. А у противника здесь есть Объект 701. Странно то, что у них есть танк 8 уровня, а у нас нету. Ну что ж, надо будет как-то тащить и без этого. Давайте попробуем помочь нашим союзникам. 775 единиц. О чем я вам и говорил. Альфа очень высокая. Так, я засвечен. Лесить сейчас нам точно не стоит, потому что половина нашей команды уже лежат в ангаре. Нам нужно действовать аккуратно. Сводимся обязательно до конца, потому что пушка перезаряжается долго, и лучше свестись и попасть, чем не свестись и не попасть. Как вы видели, сейчас по мне урон не прошел. Если честно, я не знаю. В бочину обычно ИСа пробивают, но бывает вот так вот весело. Так, мы ждем кого-нибудь удобненького подставиться под наш ствол. Вот, например, этот Объект. Стреляем его в БО. 666. Отличный урон. И он нас не пробивает, что мы видим. Если честно, я не знаю, где там нас не пробили. Ага, попал вот в эту рикошетную броню. Я не знаю, сколько там именно лист этот сантиметров, но кажется 120. Итак, ждем еще кого-нибудь. В башню шьется 675 единиц. То есть за три выстрела мы его почти уже убили. Так, сейчас нам лезть точно не стоит, потому что на нас сведены все, кто здесь стоит. Даже СУ-100, которая не светилась. Вот это не очень приятно. Кажется, она не топовая. Рикошет от СУ-100. Бывает. Обидно, если честно. И я остался вообще один. Да уж, одному здесь мне, наверное, не справиться, но попытаться стоит. Надо занять какую-нибудь позицию поудобнее. Допустим, вот за тем камнем. Это даст нам преимущество игры в качельке. Хотя противников, наверное, все-таки слишком много. И вот этот Объект 701, он бронированный. СУ-152 очень опасный противник. В общем, я не знаю, как умудряются сливаться союзники, но хорошего из этого ничего абсолютно нет. Ваншотим просто СУ-85 и откатываемся. Ждем следующего клиента. Скорее всего, следующий будет СУ-152. Очень хочется убить ее, но... Мне кажется, нужно разобраться с Объектом. Ай-яй-яй, мы не добиваем. Проходит небольшой урон. Это очень обидно, потому что теперь нас уже просто окружают. А перезарядка у нас долгая. Вот, конечно, минус этого танка. Очень долгая перезарядка. Надо добивать Объекта. Пробития не удалось. Вот это было очень не вовремя. Вот это пробитие нам бы сейчас очень помогло. Мы горим. Чиниться даже уже не буду, потому что, ну, все-таки это бесполезно. Ладно. С вами был CrewTanks. Подписывайтесь, ставьте лайки. Я думаю, вы поняли, какой это танчик. Очень фановый, 4000 урона за слив. Это вполне неплохо. Всем удачи, всем пока.